Снова курю одна. С этой фразы обвиняемая начинает описание большинства моментов того рокового вечера. Судя по окуркам, ситуация в семье действительно была нервная, хотя на первый взгляд и не скажешь, что еще молодая, довольно ухоженная женщина могла схватить увесистый нож и всадить его в родную сестру. У меня вообще что-то... Я курила в туалете. Я сидела, она просто залетела, она мне спрасно гидала. Я вообще не поняла, зачем это что. Сюда отврела. Вчера в день не чувствовала, а с ней болит. Вот, давай, собирай вещи, в общем. То есть сестра, которая ныне является подозреваемой, обвиняемой и находится в СИЗО, кстати, избрана на мероприятие в виде заключения под стражу, она завидовала, так скажем, сестре, постоянно высказывая то, что вот тебе так повезло, у тебя такой муж, вы живете в таком хорошем доме, а у меня муж умер. То есть это погибшую, скажем так, заставляло ревновать своему супругу. Погибшая приехала в Рязанскую область из Татарстана несколько лет назад. Жила в доме вместе с мужем и десятилетним сыном. В ноябре прошлого года они приютили младшую сестру. В день трагедии все были дома. По словам следователей, муж успокаивал ребенка и не успел вовремя подбежать к сестрам, чтобы выхватить злополучный нож. Прямо она мне ногтями оттуда. У вас вторая рука была свободная? Вторая? Я чуть не помню. Вы сейчас нож переворачивали двумя руками, макет. Ну, один, я одной. Я как-то переверну, не помню. Вот так вот. Я даже не видела, куда я.